сегодня у нас в гостях лика роман победительница всеукраинского конкурса красоты 2007 года алика привет 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 всем рада видеть очень-очень благодаря современным технологиям мы можем общаться в зуме несмотря на то что находимся очень далеко друг от друга да классно и тем более на природе не знаю как кто я здесь вот красоте на озерах немножечко отдыхаем сегодня мы говорим о красоте и первый вопрос к тебе какого человека ты считаешь красивым но для меня очень важно когда есть внутренняя и внешняя гармония и красота потому что но очень часто люди сегодня заняты до внешними какими-то данными внешним видом особенно девушки косметологом ходят и это все прекрасно это все хорошо но я думаю что самое главное самая ценная красота которую каждый из нас независимо девушка или это мужчина мы можем приумножать это внутренняя красота которую я верю что она пришла от бога да это сам бог нас его может становиться больше и больше и он есть красота и все люди на земле они восхищаются не просто внешний красотой и восхищаются действительно когда человек глубокий когда у него внутренний мир богатый и духовность это и есть вот настоящей духовность это и есть настоящая красота и поэтому для меня вот вот это вот такая фраза настоящая красота она рождается в сердце, она отражается в глазах и она живет в поступках. Вот это вот оно действительно отражает настоящую красоту. И поэтому это и внешне также, оно как-то выражается и на нашей мимике, лицо, здоровье, это все взаимосвязано с нашим внутренним состоянием. И поэтому вот красота, это что-то большее, чем просто внешность. Я вспоминаю твою победу на всеукраинском конкурсе красоты и помню, как сказали, что у тебя красота исходит изнутри, ты прям светишься. Как ты считаешь, было ли это случайным или, возможно, действительно какое-то сверхъестественное сияние исходило от тебя? Ну, знаешь, я думаю, что у каждого человека внутри мы призваны, мы носители сокровища, каждый человек. И вот то, что мы действительно наполняемся, чем мы наполняемся, тем мы становимся и однажды мы начинаем сиять. И очень часто многие люди, верующие люди, они боятся этот свет и боятся то, кто они на самом деле есть, открывать и просто быть настоящими. И в какой-то момент, вот в подростковом возрасте я тоже приходила в школу, и я была такая тихоня такая, вся там за предпоследней партой сидела, думала, меня не поймут никто. И я опрятала тот внутренний свет, ту настоящую жизнь прекрасную, которая находилась внутри меня. Мне казалось, что люди, ну, как бы они как-то не поймут. Но на самом деле все было наоборот. И вот на конкурсе каким-то образом у меня был переломный момент, когда я лежала на полу и молилась Богу. И вот в моей книге можете прочитать, это такие были внутренние события, но они изменили внешний ход событий. И тогда вот как будто бы внешняя шелуха, внешние какие-то вот моменты, которые я сама на себя, наклейки какие-то, какие-то стереотипы, они отпали. И вот я смогла действительно стать, быть той, кем я была на самом деле и до, до того момента. Но вот на сцене я не пыталась, чтобы меня оценили, я не пыталась быть хорошей, чтобы меня похвалили, чтобы меня заметили. Но я уже чувствовала себя прекрасной, достойной. Не потому что люди меня сделали достойной или ценной, а потому что сам Бог меня сделал ценной. И Он назвал, кто действительно я есть. И Он вложил эту ценность внутрь меня. И поэтому, основываясь на этом, я просто понимала, что это то, что позволяет мне сиять и то, что позволяет мне быть настоящей, даже на сцене конкурса красоты. Вот как-то так вот. Поэтому я верю, что каждый человек может сиять, особенно, когда этот свет настоящий, он не зависит от обстоятельств, и это тот свет, который есть Бог в нас. Спасибо, очень ценно. Сегодня многие молодые девчонки пытаются быть на кого-то похожими и часто теряют свою индивидуальность. А какой твой главный жизненный принцип? Всегда радуйтесь за все, благодарите. И непрестанно молитесь. Но я верю, что это не просто что-то, какие-то заученные фразы. Это то, что изнутри исходит. И у каждого из нас есть разные моменты в жизни и разные вызовы. Но я не могу сказать, что это единственный и самый главный принцип, потому что невозможно, это как пазл одной картины. Он складывается с очень многих маленьких-маленьких кусочков, без которого не будет картина целостной. Поэтому я верю, что Бог больше одного принципа в нашей жизни. И каждый день мы имеем возможность изменяться, постигать что-то новое, постигать, кто Бог в нас, какой Бог в нас. И в каждом из нас он настолько удивителен. И тогда мы видим, как наша судьба в нём, она изменяется, и мы становимся другими. И мне вот это очень интересно. И мне также очень нравится видеть вокруг себя людей, в жизни которых каким-то образом я могу, не знаю, что-то вкладывать, вкладывать частичку того, что есть у меня. И каждый из нас, мы влияем на друг друга. Поэтому, наверное, для меня вот, конечно, радость имеет, и благодарное сердце особое какое-то значение. Мне очень нравятся радостные люди, которые горят, которые в глаза горят, и которые это не фейково делают, но которые по-настоящему они радуются, и их радость, она не зависит ни от чего. И их любовь не зависит от того, любят ли их люди. Они могут любить эту настоящую любовь, которую Бог даёт. Поэтому меня впечатляет, наверное, я тоже хочу. Мне нравится этот фильм «Полианная». Я как-то выложила пост о том, что она играла в игру радость. Найти пять причин прямо сейчас радоваться. И иногда нам кажется, что всё, всё сложно. Но на самом деле у нас столько есть причин радоваться, столько причин благодарить. Вот, как-то так, наверное. Круто, очень ценно, да, радоваться всегда. И «Полиана» действительно тоже очень классная книга, и фильмы тоже с молодёжью говорили об этом, о том, насколько важно радоваться и пытаться искать позитивные моменты, даже в негативных каких-то обстоятельствах, которые на первый взгляд кажутся чем-то плохим. Лика, как изменилась твоя жизнь после победы в конкурсе «Мисс Украина»? Ну, очень сильно изменилась. Больше, наверное, ответственности пришло, больше каких-то понимания того, что наша жизнь, она колоссальным образом влияет вообще на других людей, и пониманием того, что жизнь, она действительно удивительная. И когда я её доверяю Богу, то это просто что-то начинает… Я как наблюдала сама за какой-то картиной, за происходящими какими-то событиями, потому что, ну, как-то я не сильно думала, что я смогу победить и из-за разных причин, да, из-за каких-то, по крайней мере, как минимум слухов о коррупции. Всё говорило о том, что я вообще самая неподходящая кандидатура для того, чтобы вот я смогла победить. Но у Бога есть свои планы, когда мы просто решаем доверить Ему свою жизнь, и не просто доверить «Ой, я доверяю», а вот каждый день просто действительно поверить Ему, вот сердце своё доверять, обиды свои доверять, если у нас кто-то обижает, и мы выбираем. Нет, я не хочу обижаться, я не буду, потому что Бог мне даёт прощение, да, ну, то есть вот в этом плане доверие. И не смотреть на видимое, смотреть на невидимое. И вот, да, поэтому моя жизнь полностью изменилась. Я переехала в Киев, я начала просто участвовать, меня приглашать, начали какие-то огромные университеты, конференции по всему миру, хотя я никогда не имела опыта и практики выступления публичных, и никогда не училась для этого. То есть я была обычной девочкой в небольшом городе, парикмахером, параллельно учащаясь в университете. То есть всё моя жизнь было вот, ну, просто вот, то есть не предвещало ничего, да, чего-то такого. Но интересно, что как-то внутри меня было понимание, что Бог сделает что-то особенное в моей жизни. Поэтому я верю, что мы тоже имеем чувства Вани какие-то внутренние, и они бывают и просто чувствами, но бывают каким-то от Бога пониманием, что Он нас ведёт. Я знаю, что ты и до этого занималась общественной деятельностью, благотворительностью, но победа в конкурсе «Мисс Украина» помогла тебе иметь большее влияние, да? Да, ну, конечно, да, то есть это совсем другие масштабы получились. Мы приезжали очень часто в детские дома, я общалась с девчонками и дружила с ними, забирала их к себе домой периодически. Вот подростки, девочки, которые в детских домах, они приходили к нам в церковь, и потом после служения в воскресенье мы приглашали их к себе домой, общались, они обедали у нас. Ну, то есть как-то так вот. Потом девочку обучала стричь тоже, свои инструменты ей отдала. Ну, то есть это как-то, ну, было естественно для меня, но когда я победила, это, наверное, на другом уровне, что ли, влияние было уже, потому что я могла, например, там, на одной неделе могла в женской тюрьме, где они пожизненно сидят в Молдове быть, и потом я могла на следующей неделе быть в США на приеме у президента, ну, не личном, но там небольшой узкий круг был людей. И то есть, ну, вот какие-то такие абсолютно разные были с людьми бизнеса, с людьми политики, очень много различных пересечений, встреч, вот, и везде я понимала, что я не просто так, ну, там нахожусь, это не просто так. У меня есть, как вот, Бог меня послал с миссией, я понимала, что это все не случайно и не просто так произошло. И когда мы живем, исходя из нашей миссии, исходя, почему я здесь, почему именно вот я в этом поколении родилась, почему именно здесь я живу. И, в принципе, у меня, наверное, с детства было такое вот какое-то понимание, я даже когда стригла, вот работала в салоне, все равно вот мои клиенты потом рассказывали, хотя я даже никогда, ну, как бы не придавала этому такого значения, но я стригла, например, там, целыми семьями, да, людей. Они обслуживались у меня, и были моменты, когда они даже разводиться хотели. И каким-то образом я говорила и с женой, и с мужем пока стригла, ну, общалась. И хотя я была подростком, там, ну, как бы, то есть я же не была, у меня не было какого-то опыта взаимоотношений, но каким-то образом они говорят, твои слова, они так глубоко западали в наше сердце, что мы настолько ходили, потом размышляли, и потом только сопоставили, когда они уже не развелись, очень чудесная семья, вот, что твои слова каким-то образом повлияли на вот наши отношения. Поэтому, ну... Когда Бог говорит через тебя, это просто круто и очень мощно, да, то есть ты можешь влиять даже, несмотря на то, чем ты сейчас занимаешься. А почему ты отказалась, да, от модельного бизнеса? Мы очень много слышали, что у тебя было очень много контрактов, предложений, но ты все же отказалась от модельного бизнеса. Почему? Ты знаешь, что в модельном бизнесе, ну, тогда я это так не понимала до конца, но там очень сложно, будучи верующим человеком, имея вот ценности, и как ты хочешь быть одетой или не раздетой, там почти это невозможно. То есть это постоянно ты напрягаешь, ну, тех людей, которые дают тебе контракт, и модельное агентство, и сама напрягаешься, потому что там, если не короткое, то полупрозрачное, вот, и так далее. То есть там очень много моментов. И тогда я это подозревала, но я не могла это знать, у меня никогда не было в этом опыта. Но интересно, что отказалась я от модельного бизнеса, как и от многих каких-то вещей, которые приходили в мою жизнь, и которые я не испытав отказалась. Это просто потому, что у меня не было мира в сердце. То есть мне сделали бесплатное портфолио, у меня был контракт на столе, я его еще не подписала, но просто делала документы, и просто я вернулась, вот это было в Киеве, и вернулась я в свой город Ужгород. Я ночью просто начала просыпаться и с четким пониманием, что что-то не так, что я не туда иду, что я что-то промениваю. И казалось, ну так я уеду на три месяца, я заработаю хорошую сумму денег. То есть на тот момент это вообще прям была очень чудесная сумма, особенно в университете участь. Но у меня как-то вот просто такой сильный не мир был в сердце, что я просто, можно сказать, потеряла сон, потеряла вообще, ну то есть у меня прям очень, я понимала, что что-то не то. И потом я помолилась и сказала Господь, если это вообще не твоя воля, просто это был как крик души, пусть это портфолио вообще куда-то пропадет. И это было вот такое спонтанно ночью, и вдруг это портфолио, ну то есть вдруг мне перестали звонить с модельного агентства, и потом через полгода случайно в городе встретившись с представителем этого модельного агентства, я спросила, а что такое, куда вы так пропали? Это же, ну, деньги вложенные, это в студию, в мейкап, фотографа и во все, да. Модельному агентству явно невыгодно вот просто взять и потерять модель. И они говорят, мы, твое портфолио просто исчезло. Ну и в общем, когда она эти слова сказала, я просто вспомнила ту молитву, которую там сколько-то полгода тому назад где-то я ночью произнесла, и это было от сердца. И, ну, то есть я понимала, что у Бога есть Его план, конкретный план. Когда я хочу идти этим планом, я выбираю идти этим путем, моя жизнь, она начинает быть управляема не обстоятельствами, не случайностями, просто какими-то, не просто какими-то хорошими возможностями, личностью, который настолько любит и настолько много вложил в нас и настолько много может сделать через нашу жизнь. Следующий вопрос о том, какое место занимает в твоей жизни церковь, молитва, чтение Библии? Ну, для меня, наверное, это образ жизни, стиль жизни, потому что это не что-то, что я просто исполняю для того, чтобы мне там, не знаю, поставить вот такую галочку, что все, я молочинка. Нет, вообще, это просто, если это так, то это вообще, ну, как бы, оно не несет жизни. Но для меня это вот как кушаю, да, каждый день мы просто вдруг становимся голодными. Мы даже, мы не смотрим на часы, ой, что-то уже поздно, и я еще не кушала. Зачастую мы просто такие, ой, что-то не хватает, ой, точно, я голодная, вот. Точно так же у меня чтение Писания, точно так же молитва, взаимоотношения с живой, реальной Личностью, с Богом Самим. Иисус нам подарил эту возможность, то, что потеряли Адам и Ева, Иисус нам подарил на кресте, Он подарил эти взаимоотношения с Богом. И сейчас в молитве Бог, Он не просто молчит, это не монолог, но Он говорит сердце, Он говорит, я потом открываю Писание, я задаю Богу вопросы, я открываю Писание, часто какие-то места Писания они говорят в мое сердце. Иногда это приходит, его ответ приходит на уровне какой-то мысли, которую я вообще не думала прежде. И я знаю, что это не моя мысль. И, конечно, я проверяю, я испытываю, я размышляю, но потом кто-то вдруг говорит, или где-то на служении кто-то проповедует об этом, или кто-то вдруг начинает общаться. Я понимаю, что это как знаки на моем пути, когда Бог говорит с нами, с человеком. И поэтому это все настолько ценно, церковь ценна, это взаимоотношение с людьми. Потому что, когда мы имеем вертикальное взаимоотношение с Богом, мы обязательно, обязательно будем иметь горизонтальные взаимоотношения с людьми. И Бог будет расширять наши пределы, расширять наше сердце, и даже для неудобных людей. И мы будем и просто друзьями этим людям, и просто будем служить этим людям. Поэтому, ну, независимо, где мы находимся, это наша жизнь, это образ жизни. Меня всегда поражает, насколько вот, будучи привлекательной внешне, ты не боишься говорить о своих христианских принципах. Ты постоянно говоришь о важности веры, о чистоте. И сейчас хотелось бы услышать какие-то такие конкретные рекомендации, для современной молодежи, для ребят, девчонок. Вот, что бы ты хотела сейчас посоветовать тем, кто нас будет смотреть? Ой, ну, много всего того, что хотелось бы посоветовать. Наверное, первое, что будьте честными сами с собой и с Богом, потому что это очень важно. Будьте честными с людьми, то есть, если что-то не в порядке у вас во взаимоотношениях с Богом или с кем-то, говорите об этом, говорите с Богом об этом. Если ты уже просто привык к своему христианству, это просто религия, какая-то традиция, скажи, приди это, скажи Богу, Господь, я не хочу так. Я вот однажды так сказала Богу, мне было 14 лет. Я не знаю, если бы я тогда не призналась в этом. И это не признаться, ну, все, пока я пошел куда-то в мир, там, не знаю, что-то, своими делами заниматься. Нет, это с тем, что я не хочу так. Я не согласна просто на какие-то номинальные отношения с тобой, Господь. Наверное, в семье точно так же, мне кажется, люди, которые любят друг друга, они могут однажды смириться с тем, что вдруг у них где-то отношения пропали, и они просто живут как два чужих человека под одной крышей. Но людям нужно не смириться с этим, да, и продолжить сражаться за отношения. И точно так же с Богом, да, первое, это вот эти взаимоотношения. Будьте честными, и Бог вам начнет говорить, Бог, ну, то есть если вы сделаете один шаг, Он сделает к вам тысячу шагов, и Он не перестает любить нас в этот момент, когда мы даже чувствуем себя какими-то не такими. Вот, и также могу сказать, что когда вы начнете влюбляться больше в Бога, потому что вы будете познавать, как Он сильно вас любит, вам перестанет хотеться грешить, идти, и даже если будут какие-то ошибки в вашей жизни, и даже если что-то не так еще, то вам это не будет приятно в этом оставаться. Вы не захотите оставаться в грехе, если вы не захотите идти, блудить, или грешить, или делать что-то, вы просто будете понимать, что та личность, которую вы любите, и которая любит вас, настолько вам дороги взаимоотношения с ним, что вы не захотите терять, и вы будете чувствовать, как это сильно влияет на ваши взаимоотношения, на вашу всю жизнь. То есть вы по-другому посмотрите на себя, но не с позиции стыда, а с позиции достоинства, что вы намного, вы достойны большего, чем просто вляпаться в какое-то болото, грязь, в кавычках, да, но я говорю не физическое, а какой-то, да, грязь, отношения грязные, или какие-то просто кампании, или разговоры, сплетни, вот, и вам не захочется там оставаться, вот, вам захочется, наоборот, беречь эту чистоту, и даже если где-то запачкаетесь, то вам, ну, это вот и отличает породу свиньи от овечки, да, когда овечка тоже может запачкаться, но ей, это не ее стихия валяться в грязи, вот, поэтому вот, вот, вот так вот, и все будет из этого, из взаимоотношений с Богом будет проистекать все, наверное, вся мотивация, вся радость, вся жизнь, она будет оттуда. Спасибо, Алика, за твою потрясающую красоту, внешнюю и внутреннюю, за этот потрясающий свет, который вдохновляет и мотивирует нас любить Бога и служить Ему. Обязательно приезжай в Днепр, мы всегда рады тебя видеть в молодежном центре Альфа и Омега с какими-то новыми идеями, проектами, даже просто так, приезжай, приезжай на чай. Классно, спасибо большое, я еще хочу сказать, знаешь что, вот последняя вещь, что меня очень сильно впечатлило свидетельство девочки одной, которая попала когда-то, много лет тому назад на Альфа и Омега, когда я была у вас в Днепре, и я ее встретила где-то в России, в Сибири, но это уже было много лет тому назад, и она сказала, рассказала, что она там служила уже миссионером, вот, в какой-то миссии они работали с, по-моему, с подростками сложными, и она говорит, когда-то, говорит, я взбунтовалась против своей семьи, выросла в христианской семье, и потом я пришла на, меня мама просто притащила на Альфа и Омегу, когда, вот как раз я к вам приезжала на этот ток-шоу, и говорит, я пришла туда просто, потому что мне было интересно тебя послушать, вот, но когда я слушала, говорит, вдруг что-то, я не знаю, что, ну, что-то произошло с моим сердцем, и я начала просто так плакать, я проплакала, ток-шоу от начала до конца, говорит, хотя я не помню, чтобы там были какие-то прям, ну, то есть мы просто вот общались, да, какие-то вопросы, но она говорит, что-то с моим сердцем происходило, говорит, я поняла, что я что-то такое важное пропускаю и теряю, и я пришла домой тогда, она говорит, она жила тогда со своим парнем, вот, и она полностью пила, курила, вот, там они уже пробовали наркотики, и она говорит, я не знаю, что было бы с моей жизнью, но тогда я просто пришла домой, я посмотрела, и я поняла, что я так много пропускаю, и она говорит, и я собрала свои вещи и ушла к родителям, обратно вернулась, и говорит, хотя я была в полном бунте, но что-то в моем сердце тогда, когда я рыдала, там как будто свобода какая-то пришла от стыда, который я испытывала, и если до этого я и даже думала, может быть, вернуться, но мне как бы этот стыд не позволял это сделать, и она говорит, я так благодарна за то, что тогда я попала вот на ту встречу Альфа и Омега, так что вот, я могу сказать, что классно, продолжайте, и это очень ценно. Ну да, когда ты говоришь на какой-то конференции или участвуешь в каком-то ток-шоу, ты никогда не знаешь, какую работу совершит Бог через тебя, и ты влияешь, даже сама не зная того, ты меняешь чью-то жизнь, и это действительно ценно, и слава Богу, за твое служение, за твой искренний свет и за твою красоту. Спасибо тебе большое за это интервью, за то, что уделила нам свое время. Будем прощаться, пока-пока, до новых встреч, Лика! Да, счастливо, пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова